Если бы больше этого не вышло, то главой моей республики сейчас был бы Рамзан Кадыров. История не терпит, брат, сослагательств, поэтому нет. Доброе, я смотрю все больше и больше, Рапсия, ее СМИ, блогеры и так далее придираются к Казахстану и казахам в целом, провоцируя их и называя нацистами. Как думаешь, одичалые хотят напасть на КЗ, готовят почву? Доброжелатели в Украине И один из, на одном из таких каналов, по крайней мере в Ютубе это популярный канал, я вижу, что очень много людей русскоязычных дают там интервью, выходят с ними в эфир. Они запостили вот такое видео, давайте я вам сначала его покажу. Некоторые республики и территории, которые планируют покинуть недофедерацию после фиаско, могут решить, что избавятся от выплат репараций. Хотим их разочаровать. Выход из РФ, условный Чечни или Татарстана, не избавит их от уплаты по счетам. Они будут платить свою долю согласно процентному соотношению ВВП на момент отделения. И вот здесь справедливость наконец-то восторжествует. Объяснений от этого канала, то есть ничего по этому поводу, никакого опровержения. А я хочу обратить ваше внимание на то, что вот из... Когда они говорят, что при распаде, да, условном распаде там России, и когда те республики, которые захотят или отделятся от России, что они не уйдут от выплаты репараций. Если бы, сказав это, и в качестве примера они бы привели не Чечню и Татарстан, а там какую-нибудь Мариэл или область, там еврейскую автономную область, или что-то такое, если бы они сказали, или какие-то там, ну любые иные, может быть, регионы, но не кавказские, может быть, я бы даже не обратил на это внимания, подумал бы, ну, наверное, они как-то, они имеют в виду, что более такие российские, скажем, регионы, они, наверное, имеют в виду, но они в качестве примера привели два... Две республики, одна, это Чечня, пережила две кровопролитные войны, борясь за свободу, за независимость, то есть пытаясь отделиться от России, мы пережили две кровопролитные войны, это я сейчас не ухожу куда-то далеко в историю, это вот сейчас это было, вчера. А Татарстан, вторая республика, приведенная дикторами в пример, она, они хоть и не воевали, хоть крови не пролили, но они, по крайней мере, попытались, то есть они тоже были в числе тех, кто попытался выйти из, ну, из Советского Союза и не войти в состав России, то есть из всех возможных примеров они выбрали именно два вообще неподходящих, то есть это был такой посыл, что несмотря ни на что, там, боролись, вы не боролись, там, оккупация, это плевать, мы не хотели. Понимаете, такой проброс, это они не могут не понимать, какая будет реакция на это. И работа таких вот СМИ, ее тоже нужно, я думаю, ей тоже нужно давать правильную оценку, на них тоже нужно обращать внимание украинским властям, украинским спецслужбам, потому что это такое ощущение, что это такой посыл, знаете, именно к нам, к тем народам, борющимися за свою свободу задолго еще и до Украины, воюющими с Россией задолго до Украины, такой посыл к нам, типа, чтобы наши настроения, а у нас проукраинские настроения, в абсолютном большинстве, такое ощущение, чтобы вот эти настроения наши изменить. Понятно, что я и многие анализирующие, смотрящие, следящие, они, конечно, не купятся на такое. Мы понимаем, мы видим, что украинское государство, украинская власть последовательно поддерживает наши стремления к свободе и независимости, но не все, понимаете, будут реагировать таким образом. Это такая попытка внести раскол. Поэтому было бы, конечно, хорошо, если бы на вот эти вот пробросы обращалось внимание, и чтобы такие вещи пресекались. Актором этого ролика, я думаю, в отношении них стоит, ну, на них, как минимум, стоило бы обратить внимание редакции, если редакция не согласна с таким, с такой постановкой. Если же редакция все-таки согласна с этим, значит, там проблема в целом со всей этой редакцией. Саламу алейкум из Ингушетии. Как ты считаешь, должна ли будет Ингушетия выплачивать репарации, если же вдруг она захочет отделиться? Ведь она не стремилась к независимости, так как Ичкерия. Ваалейкум ассалам. Я не считаю, что на Кавказе вообще есть такая республика, которая в случае каких-то, ну, в случае выхода из России, вот так скажем, должна нести какую-то ответственность за действия России. Я так не считаю. Кавказ – это территория покоренная, оккупированная Россией. Даже правильнее будет сказать. Покорение – это все-таки, если бы мы смирились, это было бы покорение. А это именно оккупированная территория, не только Чечня. Весь Кавказ, он оккупирован Россией. И поэтому, сколько бы времени не длилась эта оккупация, хоть тысячу лет мы будем в этой оккупации, спустя тысячу лет, если кто-то из этой оккупации освобождается от этой оккупации, это, во-первых, право этого народа, и, во-вторых, никто не может предъявлять претензии этому народу. Я понимаю, если бы те, кто претендуют на репарации от этого народа, от Кавказского кого-нибудь государства, если бы они в свое время пытались помочь деоккупации, и этот народ бы противился этому, это, может быть, было бы что-то иное. Но в данной ситуации я не считаю, что вообще вот этот подход, он применим к Кавказским республикам. В принципе. Не считаю, что он применим к Татарстану. Так как Татарстан ясно в свое время заявил о своем суверенитете, не хотел быть в составе России, но Россия тогда путем устрашения Татарстана, то есть они показали Татарстану на примере Чечни, что они сделают с ними, и, по сути, заставили их подписать этот федеративный договор. Поэтому, тем более татары, Татарстан, в Крыму это ведь те же самые татары, это один народ, просто они как бы разделены территориально. Я считаю, что это очень серьезно вбивает клин, понимаете, то, что они вот упомянули именно Чечню и Татарстан, это такая вот попытка, ведь татарам явно не понравится то, что они сказали. А татары это не только те, кто живет в Татарстане или в России, татары это и те, кто сегодня сражаются в рядах ВСУ против России, татары это те, кто живут или жили, вынуждены были уехать из Крыма, это ведь тоже татары. То, что ты противоречишь, вы же любите фразу, раб не стремящийся выйти из рабства, заслуживает рабство. Вот Ингушетия не стремится к деоккупации, значит, их все устраивает, поэтому они должны платить репарации. Нет, я так не считаю. Я, конечно же, согласен с этой фразой, что раб не стремящийся выйти. Но вот что мы подразумеваем под стремлением? Если какой-то народ в какой-то промежуток времени, например, не воспользовался этой возможностью, это еще не значит, что они не стремятся. То есть, возможно, будет еще шанс, и они как бы им воспользуются. Поэтому я не буду столь радикален. Это не значит, что я доволен тем, что не воспользовались. Да, я тоже хотел бы, конечно, чтобы тогда все воспользовались этой возможностью. Да, мне неприятно, что многие не воспользовались, но и так с плеча рубить тоже не могу. Если бы Ингушетия не вышла, то главой моей республики сейчас был бы Рамзан Кадыров. История не терпит, брат, сослагательств. Поэтому нет, мы не знаем, что было бы. Мы сегодня имеем, конечно, то, что было предписано. В этом нет сомнений. Поэтому сейчас даже не стоит, наверное, рассуждать на тему, если. Однако результат, вот если бы тогда стали бы не только отдельно чеченцы, а стал бы целым Кавказ, то это не значит, что результат был бы такой, что всем Кавказом управлял бы Рамзан Кадыров. Но отнюдь нет. Бро, я смотрю, все больше и больше Рапсия, ее СМИ, блогеры и так далее придираются к Казахстану и Казахам в целом, провоцируя их и называя нацистами. Как думаешь, эти чалы хотят напасть на КЗ, готовят почву? Не знаю. Я думаю, что сейчас России невыгодно открывать какие-то еще дополнительные фронты, так как они в Украине погрязли. Они не вывозят эту войну на самом деле. Не в том плане, что они не могут вот в таком темпе вести эти позиционные бои. Могут, они, конечно, будут там еще долго, у них будет ресурс на то, чтобы вот так просто держать эту линию фронта. В случае там контратаки украинцев, они, да, они будут, может, будут что-то терять, но в целом в таком режиме войну вести они могут долго. Но они не рассчитывали на это. Когда Путин шел, когда он объявлял вот эту военную спецоперацию, он не рассчитывал там годами воевать, вести позиционные бои, дуэли. Он не на это рассчитывал. Поэтому, так как они и так погрязли, и сейчас открывать там еще какой-то фронт, им абсолютно невыгодно. И я не думаю, что они рискнут сейчас что-то там в Казахстане делать.